Добрый вечер! В прямом эфире новости в студии Елена Шабанова. Сегодня 19 ноября, суббота. И в начале выпуска коротко о главном. В морозные дни сотрудники МЧС проводят рейды по частному сектору. На что не просят обращать особое внимание владельцы домов с печами? В Красноярске выбрали лучшего участкового полицейского. Какой критерий стал главным при определении претендента на приз в 200 тысяч рублей? Попробовать дом из сала смогли сегодня посетители традиционной ярмарки в честь этого знаменитого сибирского продукта. Чем еще удивляли гостей? Морозы, пришедшие на этой неделе в наш регион, медленно отступают. Сегодня в Красноярске немного потеплело. Но, несмотря на это, многие автомобилисты по-прежнему не смогли завести свои машины. Однако сотрудники ГИБДД отмечают в городе большое количество мелких аварий. По мнению дорожных полицейских, количество их не критичны. И практически все они связаны с самонадеянностью водителей и несоблюдением правил дорожного движения. Частую аварии происходят именно по нарушению правил со стороны водительского состава. Водители забывают, что у нас сейчас, так как у нас выходной день, местами у нас достаточно свободные улицы, люди превышают скоростной режим и, соответственно, увеличивается тормозной путь. Совершить какой-либо маневр резкий также, к сожалению, водители не могут. И его совершать не нужно, потому что при резком каком-либо перестроении, либо на повороте водитель может потерять сцепление с проезжей части одной из этих транспортного средства. И автомобиль уходит в занос. И все это связано с тем, что все-таки у нас в день не период времени, и водителям нужно пользоваться зимним стилем вождения. В связи с морозами спасатели края отправились в профилактический рейд. Они проверяют печи в частных домах и дают рекомендации, как избежать возгорания. За текущий год в Красноярске произошло 812 пожаров, в которых погиб 31 человек. По краю цифры еще страшнее. Пламя бушевало почти 4000 раз и унесло 184 тысячи жизней. Анна Московских с подробностями. Этот дом в деревне Бодалык печально известен спасателям. За последние 6 лет он горел 7 раз. И последнее возгорание произошло совсем недавно. Причина – нарушение правил монтажа печного отопления. А если попросту – потрескавшаяся труба. В результате одна комната выгорела полностью и теперь непригодна для жизни. Спасатели пришли к нехорошему дому, чтобы пообщаться с его жителями. Мы периодически, конечно, проводим профилактические рейды, вручаем памятки, беседуем, инструктируем. Мы делаем все, что в наших силах, в рамках своих полномочий. По причине того, что в основном здесь такие несоциально незащищенные слои населения, неблагополучные проживают люди. Нарушают правила пожарной безопасности. Отчего происходит пожар у нас. В ходе рейда выясняется. Вот в этой квартире печь представляет угрозу. Нет притопочного листа, да и в целом конструкция небезопасна. В соседней печь в хорошем состоянии и притопочный лист есть. Вот только почему-то накрыт тряпкой, что тоже может спровоцировать пожар. Да и труба нуждается в ремонте. Всем жителям спасатели вручают памятки по пожарной безопасности, где подробно расписано, как обращаться с отопительными приборами. Большое внимание нужно уделять тому, чтобы не перекаливать печи. Лучше топить их 2-3 раза в день и не более чем по полтора часа. При розжиге печей не следует использовать горючие жидкости, легко воспламеняющие жидкости. Также нельзя оставлять печи без присмотра. Некоторые оставляют на попечительство детей топящиеся печи. Перед тем, как отойти ко сну, не менее чем за 3 часа нужно прекратить топку печей. За прошлый год в крае произошло 3800 пожаров. В этом году огонь бушевал в домах уже 3657 раз. Пожарные делают все возможное, чтобы цифры печальной статистики не увеличивались и очень просят жителей соблюдать простые правила, спасающие жизни. Анна Московских, Алексей Овсянников, Новости. В Красноярске назвали имя лучшего участкового. На это звание претендовали 37 уполномоченных полиции из всех районов города. Стражи порядка выдержали несколько испытаний. Судьи оценивали не только знание правовых основ, но и физическую форму конкурсантов. Знание приемов самообороны и умение метко стрелять. Но основным критерием стало мнение красноярцев о кандидатах. По результатам конкурса профессионального мастерства третье место занял Денис Каврус. Второе – Сергей Краснопеев. Оба работают в Свердловском районе. А лучшим участковым Красноярска признан Денис Пуршев. Победитель получил диплом и сертификат на сумму 200 тысяч рублей. Почти 10 лет служу в службе участковых, конкретно в должности участкового полномоченного полиции. Безусловно, очень приятно, когда вообще труд оценивается. Даже обычной благодарностью. Обычным словом спасибо граждан. И сейчас на очереди наша рубрика «Помоги». Сегодня мы расскажем о красноярской семье, которая после пожара лишилась всего. 12 ноября их дом в Покровке сгорел до дла. Подробности далее. 6 часов вечера, разбирание началось где-то в районе крыши. Я не успела ничего понять, потому что пламя распространялось буквально мгновенно. У меня в доме был маленький ребенок, сын 8-летний, слепая мама. Все случилось, как в страшном сне. За одну ночь семья лишилась всего. Дом, машина, гараж. Все имущество сгорело дотла. В этот вечер муж женщины был на работе. Спасать близких ей пришлось самой. Галина Макеева теперь говорит, самое главное, что все остались живы. Я попыталась зайти второй раз, взять хотя бы документы, но уже практически вот там жечься вся обожглась. Документы спасти не удалось. Третий раз, конечно, я и не пыталась. Там меня люди бы не пустили даже в гараж. Хотела попробовать открыть механические ворота, чтобы их можно было. Машина с полным баком боялась взрыва. Женщина получила серьезные ожоги. Сейчас она находится в краевой клинической больнице. На время лечения ее семью приютили неравнодушные люди. Сейчас ее сын и престарелая мама также нуждаются в медицинской помощи, в том числе психологической. Ребенок у меня, видимо, от стресса, от всего. Случился страшный приступ, опасный. Ну, потому что это правда тяжело пережить. У мамы, конечно, крест гипертонический пожилому человеку. Пережить такое горе, потеряв все это, трудно. Но у меня вот оказалось, что дыхательными путями самая тяжелая ситуация. Сейчас семье необходимо восстановить все документы, ликвидировать последствия пожара на участке. И на все это нужны деньги. Если вы можете помочь этим людям, звоните по телефону, который вы видите на экране. Дина Володина, Анна Московских, Алексей Овсянников, Алексей Гусев. Новости. Продолжаем выпуск. А сейчас о спорте. Красноярский футбольный НИСЕ провел последний матч в этом году. Соперником нашей команды стал астраханский клуб «Волгарь». Единственный гол уже в первом тайме на третьей минуте забил красноярский нападающий Андрей Козлов. Астраханцы не раз пытались атаковать ворота, но итоговый счет 1-0 в пользу Енисея. Болельщики вновь увидят игру нашей команды. Теперь только в следующем году. 8 марта нас ждет встреча «Случ энергия» из Владивостока. Итогами футбольного года с новым составом команды и новым тренером красноярцы довольны. Маленька не давалась. Первые матчи у нас дома не могли выиграть. Какой-то абсурд был. Даже предлагалось батюшку осветить стадион. Действительно, абсурд какой-то. Дома не могли выиграть. А сейчас все наладилось. Хорошо, если будут стыковые матчи. Надеемся, надеемся. Нынешний тренер замечательный. Сегодня в столице края открыли новый зимний сезон по керлингу. Старт соревнований организаторы совместили с днем открытых дверей. В эту субботу все желающие могли сыграть в игру бесплатно. С самого утра красноярцы и гости города имели возможность принять участие в мастер-классе и попробовать себя в этом олимпийском виде спорта. Напомним, красноярский керлинг-холл открыли в этом году. К началу сезона здесь установили холодильное оборудование. Керлинг входит в программу универсиады 2019, которая будет проходить в Красноярске. Поэтому популяризация этого спорта очень важна для края. 23 команды просто пришло поиграть. Это не профессиональных спортсменов только. Пришли люди с улицы, дворовые команды, пришли попробовать себя в керлинге. И я думаю, с открытием профессионального льда с холодильным оборудованием мы продлим игры до мая месяца. И у нас больше еще будет людей заниматься в керлинг. Это в городе Красноярске. Но и будем продолжать развивать территорию. Приближение универсиады зимней в Красноярске, безусловно, это даст появление новых кадров судейстей именно из Красноярска. Специалистов в этом новом не только для России, но и для Красноярска, тем более виды спорта. Конечно, это позволит в дальнейшем развиваться более ускоренными темпами. В Норильске сегодня состоялся масштабный этнический праздник Большой Аргиш. В самом центре города развернулось этностойбище с чумами и тематическими площадками коренных малочисленных народов полуострова. Энсов, Ивенков, Ангасан, Долган и Ненцев. Кроме этого, сотрудники Краеведческого музея всем желающим на этом празднике рассказывали об истории освоения таймыра. Работала ярмарка северных сувениров и деликатесов. Все желающие могли прокатиться на оленях, которых специально на вертолете привезли из дальних стойбищ. Могли норильчане и пообщаться с собаками породы хаски. В эту субботу в северной столице было достаточно тепло, только минус 18, поэтому на ставший традиционным большой национальный праздник народов севера собралось много норильчан и гостей города. Основная площадка, то есть был концерт, танцы этнические, музыка. Было катание на оленях упряжках, то есть деток катали взрослые, также катались. Чумы стояли, то есть там готовили шурку, кормили, была также полевая кухня, чай, каша. Была ярмарка, то есть ярмарка – это мясные деликатесы, рыбные, то есть северная, это вся. И также сувениры. Народу было достаточно много, улицы перекрывали центральные. Достаточно колоритно, так скажем, интересно. А в Красноярске прошел продовольственный фестиваль «День сибирского сала». Более 60 производителей представили здесь свою продукцию. В основном на прилавке выставили, конечно, сало и мясо. Также порадовали мед, ягоду и нужный мороз, теплые носки, варежки, шапки. Несмотря на холод, покупателей на эту тематическую продовольственную ярмарку собралось много. Люди приходили с самого утра, чтобы выбрать себе самый аппетитный кусочек. Организаторы же собрали из сала и черного хлеба домик, который потом могли попробовать гости праздника. А также приготовили из сала другие не менее вкусные питательные блюда. «Нравится, хорошо. Маленько холодно, но это никто не виноват. Я всегда прихожу на ярмарки, всегда что-то покупаю. Осенью ягодки покупаю». «Мясо много привезли, вот уже что осталось, все разобрали. Работаем, работаем, не как на глаз подняли». «А что у людей интересует, что берут караса?» «Сало, сегодня только сало берут много, котлеты, пельмени, масло, колбасы». В эти минуты в Большом концертном зале Красноярска выступает народный артист России Олег Газманов. Певец демонстрирует свою сольную программу в рамках юбилейного тура «Вперед, Россия». Билеты можно было купить от 2,5 тысяч рублей. В новой программе авторские произведения разного жанра и характера. От веселых и танцевальных до глубоко патриотических гражданских произведений. Помимо новых композиций, артисты исполнят давно полюбившиеся хиты, без которых уже невозможно представить российскую эстраду. Олег Газманов при участии Красноярского академического симфонического оркестра «Филармония». «Филармония» «Этот тур назван юбилейным туром. Дело в том, что мне летом был юбилей, и каждый концерт я называю теперь юбилейник. Ну, юбилей – это такая штука, когда у тебя юбилей, цветов много, а ты все еще жив. Но у нас по-другому, а не то, что мы живы. Ну, вообще, мы вообще рулим вот все эти концерты. Спасибо, друзья! Моноспектакль и читка дневника. Именно так организаторы планируют завершить выставку «Малкович, Малкович, Малкович», которая больше месяца проходила в Красноярске. Работы Сандра Миллера посмотрели сотни красноярцев. Торжественное закрытие выставки состоится 3 декабря. Организаторы намерены в этот день устроить настоящее культурное шоу. Начало мероприятия в 18 часов. Мы устраиваем мини-спектакль, читку дневников Энди Орхола. Готовит это прям там аксер-режиссер. Все как настоящая постановка моноспектакля. И, конечно же, ценность представляют собой сами дневники Энди Орхола. То есть сам материал, который будет читаться. Потому что там, мало того, что Орхола ключевая фигура поп-арта, там еще и живые интонации сохранены в этих дневниках. Ну и вообще их читать очень интересно. Это, в общем, целая, можно сказать, эпоха. Завтра в эфир на нашем канале выйдет программа «Итоги». На этот раз, подводя итоги уходящей недели, корреспонденты программы расскажут о ноу-хау от сотрудников Красноярской дорожной полиции и о большом празднике урожая. Большой материал также будет посвящен теме трансплантации. Красноярские врачи впервые провели уникальные операции по пересадке внутренних органов. Что чувствует пациент с новым сердцем, узнаете из эксклюзивного интервью. Все подробности в воскресенье в 18.30 в эфире телеканала «Инисей». А к этому часу все. Свои новости сообщайте по телефону 236-01-36. Оставляйте свои отклики на нашем сайте. Адрес в интернете – enisei.tv. Спасибо вам за внимание. Всего самого доброго. До встречи.